привет всем все еще дороги так что все еще вижу в походных условиях но все-таки хочу кое-что сказать в догонку к тому что опубликовал иоганн свежие рассуждения по поводу маркирование брака как опасного института обязательного как бы информирование инструктирование людей хочу сказать три пункта первое во первых если бы брачный брачный союз хотя бы отдаленно соответствовал требованиям гражданского закона то человек который вступает него подписывает такой договор да обязан давать так называемое информированное согласие то же самое согласие которое считается необходимым при вступлении например в половую связь и та причина почему считается что не совершенно люди несовершеннолетние люди не могут давать такое согласие причина в том что они не понимают всей тяжести последствий потенциального риска то есть не могут принять информированное решение и дать информированное согласие так вот средний мужчина да вообще-то говоря женщина тоже но просто мужчинам в силу специфики вопроса сложнее средний мужчина тоже не может дать информированное согласие в загсе потому что по сути он не информирован а к моменту когда он становится информирован уже слишком поздно если бы этот договор имел силу какого-то реального там гражданского договора то это было бы основание для признания его ничтожным для того чтобы его отспорить потому что человек который не понимал во что ввязывается это это не есть заключение договора это ну обман там не знаю мошенничество что-то в таком духе это первое второе мне очень не нравится и как каждый раз когда представляется такая возможность стараясь поправить людей и не использовать слово брак по отношению к современному союзу который заключается в загсе если его можно называть браком то называть его можно только в кавычках почему потому что он не отвечает основным критериям собственно брака брак взялся не из воздуха да мы являемся насредниками римского права наше право основан на римском праве брак в римском праве в общем вещь хорошо исследованная можно открыть там в интернете найти учебник по римскому праву который проходит в любых там юридических вузах и так далее почитать собственно главу про брачные законы какие были порядки какие были обязанности какие были права там браков там несколько разновидностей было да там там они своими особенностями но ни один из них даже близко не похож на то в чем специализируется загс и наша повседневная жизнь скажем так поэтому вообще говоря называть его браком неправильно если на письме то правильно называть калычками брак если называть его устно не знаю по хорошему нужно какое-то слово придумать для этого и третье существует серьезная разница между тем чтобы некоторые говорят что типа у меня брак потому что у меня есть бумага на брак надо понимать разницу между тем что есть бумага на брак и сам брак они конечно связаны до какой-то степени но они не тождественны например у вас может быть бумага о том что вы владеете ну скажем автомобилем с другой стороны у вас может быть автомобиль в разных обстоятельствах что-то важнее то есть вам нужно ехать то вам важнее автомобиль даже если у вас нет бумаги о том что вы владеете если вы не не знаю, пишете наследство или делаете куплю-продажу, то вам важнее, чтобы была соблюдена бумажная часть, что вы им владеете, даже неважно, имеется ли это автомобиль физически в наличии, может, он потерян давно, или вы его забыли в соседнем городе, или его угнали. Но бумага у вас есть, и вы можете совершать с ней сделки. Не надо путать бумагу о наличии чего-то с самим предметом. Забавная иллюстрация этого же момента есть в сказке «Маленький принц» Сент-Экзюпери, про человека, который писал количество звезд на бумаге и складывал в сейф, говорил, что они принадлежат ему. Это чем-то похоже на современных людей, которые думают, что наличие бумаги о заключении брака что-то им на самом деле дает. Ничего она им не дает. И, конечно, подводя черту под этими тремя пунктами, конечно, естественно, в нормальном, так называемом, нормальном обществе правильно было бы сделать так, чтобы, прежде чем вступать в такой союз, человек прошел обязательно информирование по этой теме, естественно. Сдал нечто вроде какого-то минимума, там, не знаю, как сдается на оружие, там, на машину. Но знал статистику, там, проблем, да, там, допустим, человек, который сдает на права, даже должен знать некоторые правила оказания первой медицинской помощи. То есть, ну, просто обязан знать. Точно так же нужно и уметь, ну, знать некоторые данные, да, о статистике. Вот. И, так сказать, бонусным четвертым пунктом я бы вынес такой предмет, и я, наверное, вынес его в заголовок. Даже с учетом того, что наш современный брак, в общем-то, является браком в кавычках. Даже с учетом того, что это больше бумажка, чем, собственно, брак. Даже с учетом того, что в него вступает, в общем-то, неинформированная ни мужчина, ни женщина. Все равно, даже если все это вместе сложить, то, по сути, поскольку по нашему этому бумажному союзу мужчины и женщины имеют разные права и обязанности, они вступают, по сути, в разные отношения. И эти отношения довольно точно было бы обозвать полубрак. Потому что, даже несмотря на то, что мужские обязанности тоже, в общем-то, в кавычках, в современном браке выражены, но все-таки этих обязанностей больше, а прав меньше. Особенно, когда касается, ну, вы все это знаете, да, имущество, дети, все стандартно. И, возможно, в перспективе права на жилье и даже еще на что-то. Там сейчас несколько дел громких было в других странах, да, где, допустим, муж с женой сдали биоматериал в надежде когда-нибудь, может быть, на всякий случай, чтобы была возможность завести детей. Потом брак распадается, и жена предъявляет требования о экстракорпоральном оплодотворении в организацию, которая хранит яйцеклетки и сперматозоиды. И в ряде случаев суд ей говорит, да, вы имеете на это право, ну, и что, что она разойдена. То есть это не то, что не брак, это вообще даже, нет такого слова, и в римском праве его не было. Я не знаю, каким словом называлось союзы, которые заключали рабы между собой. Был ли там отдельный термин, не знаю, надо посмотреть будет в словаре. Но смысл и поинт мой в том, что мужчина и женщина вступают в разные, как бы, условно говоря, можно сравнить так. Допустим, два человека садятся в машину. Один из них сел вправо, другой слева. В итоге один оказался за рулем, а другой на пассажирском сидении. Они в одной машине? Да. Они как бы являются, ну, до некоторой степени, одним целым, там, и одной командой? Да. Они находятся в равном положении? Нет. Они в совершенно разном положении находятся. Один из них, например, имеет право выпить, а другой нет. Зато этот же, который имеет право выпить, он не имеет право рулить. То есть в этих отношениях есть асимметрия. Например, водитель отвечает за всех в салоне, за всю безопасность. За то, что все пристегнуты, за то, что никто не высовывает руки в окна, что используются правильные детские кресла и так далее. Это все ответственность водителя. Но он же является и рулевым. То есть он управляет, в конечном счете, там, скоростью. Он соблюдает, там, или не соблюдает правила дорожного движения. И штрафы в нормальной системе должны выписываться ему, а не владельцу транспортного средства. Вот примерно такая же система с современным этим полубраком. То есть называется-то он одним словом. Как бы мужчина вступил в брак, и женщина вступила в брак. Но попали они в разные места. Или, скажем так, это место, они наблюдают с очень разных ракурсов. И, конечно, об этом нужно информировать. В принципе, это уже движется. Видно, что информирование растет. Но, в общем, сделать еще нужно много. Ожидать от государства какой-то помощи в этом деле систематической. Типа, реально, маркировки там брака как опасного продукта, сдачи какого-то там обязательного минимума перед вступлением в брак, я думаю, нереалистично, честно говоря. Мне кажется, это штука, которая должна уйти на нетворкинг. То есть то, что люди передают между собой. Есть ряд знаний, которые распространяются естественным образом. Им никто не учит формально. Вот так же, как, например, формально никто не учит, например, сексуальной теме. Практически этого не встречается. Это вещь, которая передается неким таким вот устным способом от человека к человеку. При помощи либо круга общения, либо родителей и так далее. Вот точно так же, скорее всего, будут распространяться и эти данные. Я не верю, что тут какая-то будет помощь от государства. Помощь от государства может быть только вместе с какой-то серьезной реформой закона. А ее, я думаю, на нашем веку, по крайней мере, не предвидится. Так что, в общем, право, конечно, за человеком. Если он отдает себе отчет, куда он вступает. Люди занимаются множеством опасных вещей. Если он хочет заняться такой опасной вещью, как дайвинг, прыжки с парашютом или вступление в брак, ну, он может это сделать. Но лучше все-таки понимать, куда вступаешь. Если же ты прыгаешь с парашютом, лучше понимать все последствия, возможные последствия. На этом всем спасибо. Пока. Удачи. Услышимся. Услышимся.